Мы вообще были все в шоке, потому что самый настоящий акт варварства, безобразия. Мы, в общем-то, были страшно удивлены. И ходить неудобно сейчас, потому что цемент под ногами. Бывает, что и скользим, хотя нельзя так. Рабочие управляющие компании сервиса СТК приступили к демонтажу облицовочной плитки как раз в последний день действия договора на обслуживание дома 102 по улице Разина. С работой управились за один рабочий день. Что уцелело под напором монтировок, вывезли. Обломки, немудрство и обросили здесь же в дорожные ямы. Когда были выполнены работы, домком сказал, я ничего подписывать не буду. И работу у вас принимать не буду. Вот акт выполненных работ, она его отказалась подписать. Соответственно, если она работы отказалась подписать, мы материал забрали. Но вы же не забрали материал. Материал валяется в лужах. Почему не забрали материал? Предка валяется в лужах. Ну, может, какая-то предка и в лужах попала, но основной материал весь увезли оттуда. Директор правильщик компании сообщил нам, что за все время обслуживания этого дома, то есть за два года, все работы, произведенные здесь, выполнялись в аванс. Вот и облицовка крылечек также была сделана авансом. А так как дом уходит в другую управляющую компанию, работы оплачены не будут. Вот и решил вернуть свое имущество. Как стало известно, теперь эта плитка переедет на другой объект, обслуживаемый управляющей компанией. А вот жители Разина-102 теперь требуют навести в их дворе порядок и хотя бы убрать обломки. Однако Максим Казанин сообщил, что делать этого не собирается, так как с 1 августа этот дом больше не обслуживает. Ну обида, обида, может где-то отчасти обида, ну а почему нет? Обида, обида, но с таким эмоциональным подходом, и следуя такой логике, управляющие компании при уходе домов начнут не только облицовочные плитки снимать. В ход пойдут новые окна, смоется краска со стен подъездов. Что там еще есть? Инженерка, лавочки, заборщики. Сами ставим, сами забираем. Марина Волкова, Андрей Сегаев.